Михаил Булгаков, Красная Корона Чтобы еще вернее безопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича, плакал перед ним, чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего Бердянски со щекой вымазанной сажей повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но то совсем другое дело. Он был преступник-большевик, и синяя печать была преступная печать. Она его загнала на фонарь, а фонарь стал причиной моей болезни. Не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен. В сущности, еще раньше Коле со мной случилось что-то. Я ушел, чтобы не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал. Господин генерал, вы зверь. Не смейте вешать людей. Уже поэтому вы можете видеть, что я не труслив. О печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди. Это отвратно. Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал. За ним желтая громада в семь этажей. Повернулась ко мне глухой беззаконной стеной, и под самой крышей огромный ржавый квадрат. Вывеска. Зуботехническая лаборатория. Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык. И если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день. На ней сосредотачиваю внимание, размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол. Исчезают из глаз белые буквы. Не остановлюсь серым. Растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. К сумерке. Страшное и значительное время суток. Все гаснет. Все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам. И изредка я вскрекиваю. Но света не позволяю зажигать. Потому что, если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная последняя картина. Старуха-мать сказала мне, я долго так не проживу. Я вижу безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю, верни. Ты старший. Я молчал. Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль. Найди его. Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его. Она лгала. Разве она отпустила бы его опять? Я молчал. Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко. Он мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его. Я не выдержал и сказал, пряча глаза. Хорошо. Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть лицо. Нет. Ты поклянись, что привезешь его живым. Как можно дать такую клятву? Но я безумный человек поклялся. Клянусь. Мать малодушна. С этой целью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас. Я страшно отвечаю за человека, выпучканного с сажей. Но брат здесь ни при чем. Ему девятнадцать лет. После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах у реченки. Необыкновенно яркий был день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню. Первая шпура спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок. — Коля! Коля! — я скрикнул и подбежал к придорожной канаве. Он дрогнул. В шеренге хмурые потные солдаты повернули головы. — А, брат! — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова. — Стой! Стой! Я здесь! — продолжал он. — Олесочка! — Сейчас мы подойдем. Я не могу остановить эскадрон. У опушки в стороне от спешившегося эскадрона мы курили жадно. Я был спокойно тверд. Все безумие. Мать была совершенно права. И я шептал ему. — Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда, навсегда. — Что ты, брат? — Молчи! — говорил я. — Молчи! Я знаю! Эскадрон сел. Колыхнулись рысью. Пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый-частый стук. Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом. Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам. И один из них, правый, то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Еще лишь от солнца я глядел на странный маскарад. Въехал в серенькой фуражке, вернулся в красный. И день окончился. Стал черный щит. На нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями, клочьями. Всадник, брат мой, в красной лохматой короне, сидел неподвижно на взмыленной лошади. И если бы не поддерживая его бережно правой, можно было подумать, он едет на парад. Всадник был в горседле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с подтеками были там, где час назад светились ясные глаза. Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правый тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся и голос сказал. Эх, вольно определяющего нашего осколка. Санитар, зови доктора. Другой ухнул и ответил. Сссс, что с брат доктора? Тут давай па-па. Тогда флёр чёрный стал гуще и всё затянул, даже головной убор. Я ко всему привык, к белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трётся у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз ещё внизу, в номере 63, он вышел из стены, в красной короне. В этом не было ничего страшного, таким я вижу его во сне, но я прекрасно знаю, раз он в короне, значит, мёртвый. И вот он говорил, шевелил губами, запёкшимися кровью. Он расклеил их, свёл ноги вместе, руку к короне приложил и сказал, брат, я не могу оставить эскадрон. И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит к гимнастёрке, с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами, и говорит одно и то же. Честь за тем. Брат, я не могу оставить эскадрон. Что он сделал со мной в первый раз? Он спугнул всю клинику. Моё же дело было кончено, я рассуждаю здраво. Раз венчики убиты, а если убитый приходит и говорит, значит, я сошёл с ума. Да, вот сумерки, важная часть расплаты. Но был один раз, когда я заснула и увидел гостиную за старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснущей ножкой, в раме пыльный, чёрный портрет на стене, цветы на подставках, пианино раскрыто и партитура Фауста на нём. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла моё сердце. Он не был садником, он был такой, как до проклятых дней, в чёрной тужурке, с вымазанным мелым локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой. «Брат, идём ко мне в комнату, что я тебе покажу?» В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав «иди». Не было стука и дымагари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки. Всё брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся. Потом я проснулся, и ничего нет, ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адовую муку, всё ж таки пришёл, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении, и сказал, как решил мне говорить вечно. Я решил положить конец, сказал ему с силой. «Что ж ты, вечный мой палач, зачем ты ходишь? Я всё сознаю. С тебя я снимаю вину на себя, за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня». Господин генерал, он промолчал и не ушёл. Тогда я ожесточился от муки, и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришёл к вам и руку к короне приложил. «Уверяю вас, вы были бы кончены, так же, как и я, в два счёта. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи. Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный в саже с фонаря в Бердянске. Если так по справедливости мы терпим помогать вам повесить, я послал Колю, вешали живы, по словесному приказу, без номера». И так он не ушёл. Тогда я спугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица. Будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном. Из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в номере двадцать седьмом. После снадобия я стал засыпать и слышал, как фельдшерца говорила в коридоре. «Безнадёжен». «Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна, старую знакомую комнату и мирно светлый чистый глаз. Ничего этого нет и никогда не будет. Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придёт знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло, «Я не могу оставить эскадрон». Да, я безнадёжен. Он замучит меня.